На что способно ваше тело? Может быть вы умеете поднимать одну бровь? Или же двигать обоими ушами? Это здорово, но не так круто, как очень редкие особенности, которые есть лишь у нескольких людей во всем мире. Давайте взглянем на 30 таких необычных особенностей. Для начала расскажу вам о мужчине, у которого кости были в 8 раз толще и прочнее, чем у обычного человека. Они были настолько крепкими, что не пострадали в серьезной автоаварии, в чем крылась причина. У мужчины и его семьи была редкая генетическая мутация LRP5, которая сильно изменяет костную массу. Хотя эта мутация может привести к ослаблению костей, ему повезло получить невероятно крепкие. Если у вас на ухе есть такая шишечка, которая делает из вас эльфа, то знайте, что это образование называется Дарвинов бугорок. Эта особенность доказывает, что мы произошли от приматов с похожими бугорками, и почему-то только 10% взрослых испанцев имеют такую шишечку. Другая редкая особенность уха – это крошечное отверстие, преаурекулярная пазуха. Менее 1% населения Запада имеет этот врожденный дефект, но при этом им страдает где-то от 4 до 10% азиатов и африканцев. Если вы хотите поймать попутку, то вам нужен так называемый большой палец автостопщика. Эта особенность позволяет согнуть верхнюю фалангу пальца под углом до 90 градусов, самое то, чтобы показать водителям, как сильно вы хотите уехать. Некоторые редкие особенности характеризуются отсутствием частей тела. Например, у кого-то нет длинной ладонной мышцы. Это сухожилие появляется на средней линии запястья, если напрячь руку, пальцы и запястье. У 14% людей нет этой мышцы. Вот короткий факт. Палмарис на латыни означает ладонь. Взгляните на свою ладонь. Если вы видите только одну складку, вам очень повезло. Лишь у полутора процентов людей есть единственная поперечная складка на ладони. У мужчин она встречается чаще, и это наследственная. Отпечатки пальцев уникальны. Именно поэтому в гаджетах теперь есть сканеры отпечатков. И некоторые узоры более редкие. У 65% узор в виде петли, у 30% завитки. А как насчет оставшихся 5%, у них отпечатки пальцев в виде дуги. Круто, правда? Есть королевская кровь, а есть еще золотая кровь. Она действительно существует и называется RH0. Она на самом деле не золотая, но ее так прозвали из-за редкости. Это самая редкая группа крови, и она считается универсальной кровью для людей с другими редкими группами. Существует миллион вариаций групп крови, но золотая кровь есть лишь у 43-х людей, и только 9 из них активные доноры. У вас есть щель между зубами? Она называется диастема и весьма распространена, но с возрастом она встречается реже. Почти 20% детей имеют такую щель между зубами, но затем процент снижается всего до 5% для людей от 18 до 50 лет. В Гане и Нигерии ее считают признаком плодовитости и привлекательности. Вы часто чихаете? Все чихают, но по разным причинам. У некоторых есть цветовой рефлекс чихания. Аббревиатура этого феномена на английском языке звучит как апчхи. У 18% американцев есть этот рефлекс. Взгляд на солнце или любой яркий свет заставляет их чихать. Один чих – это нормально, но с таким рефлексом можно чихать по 10 раз. Перейдем к ногам. Обычно самый большой палец – первый, но если второй больше, то это палец Мортона. Он встречается менее чем у 3% населения. Такой палец приводит к мозолям, и очень тяжело носить обувь, в которой недостаточно места для этой аномалии. В то же время некоторые считают, что это признак интеллекта. Пальцы Мортона были у правителей древнего Египта. В Библии сказано, что женщина появилась из ребра мужчины. Но знаете ли вы, что у женщин лишние ребра появляются чаще? Они называются шейными ребрами и могут быть на одной или обеих сторонах. Такие ребра есть менее чем у 1% населения. Обычно они не причиняют неудобств. Но широкие или большие ребра могут вызвать боль, если они давят на нервы. Говорят, красота в глазах смотрящего. Но есть глаза, которые сделают красивыми даже самые обыденные вещи. Тетрахроматия – это феномен, при котором люди видят все четырехмерно, из-за использования четырех колбочек вместо трех. Он есть у 2-3% женщин в мире. А в обычной серой гальке так называемые тетрахроматы видят оттенки желтого, зеленого и синего. Одна из самых заметных особенностей глаз – это гетерохромия, когда глаза разного цвета. Она есть лишь у 1% людей, и к ней могут привести несколько факторов – семейные гены, синдром Хорнера, травма при рождении или генетический химеризм. И нет, люди-химеры не имеют крыльев или львиных зубов, только красивые глаза, полученные от ДНК неразвившегося близнеца. Можно выглядеть необычно и без гетерохромии. Так, из-за глазного альбинизма цвет радужной оболочки теряет пигментацию. Он есть у одного из 50 тысяч человек. Кажется, что такие глаза дают сверхъестественные способности, но отсутствие пигментации приводит к нарушению зрения. Альбинизм затрагивает не только глаза. Кожа и волосы тоже могут остаться без цвета или пигментации. У одного из 20 тысяч человек есть альбинизм. Он не влияет на продолжительность жизни, но у альбиносов очень чувствительные глаза и кожа. Есть похожее заболевание кожи, и это – витилиго. В отличие от альбинизма, при нем цвет остается, но на коже появляются светлые пятна. Витилиго не причиняет вреда. Однако людям с ним бывает тяжело из-за предрассудков и частого удивления окружающих. Витилиго есть не более чем у 2% населения всего мира. Еще существует пьебалдизм, характеризующийся белым участком кожи, а также белой прядью волос. Это вызвано отсутствием клеток меланоцитов, вырабатывающих меланин. У 90% людей с пьебалдизмом он проявляется в волосах. Неизвестно, насколько он распространен, но с ним нельзя долго быть на солнце. К слову о волосах. Синдром оборотня или гипертрихоз – это чрезмерный рост волос. Он очень редкий. Задокументировано около сотни случаев по всему миру. Некоторые люди сразу рождаются с большим количеством волос, а у других синдром проявляется позже. У женщин и детей встречается особая форма этого заболевания – гирсутизм. Но он более распространен и затрагивает более 7% женщин и детей всех этнических групп. Есть люди, которые нормально функционируют при 4 часах сна в сутки, и они обходятся без кофеина. У таких людей есть определенная вариация гена DEC2, которая участвует в регуляции циркадного ритма. Ученые не знают, у скольких человек есть такая вариация, но наверняка многие хотели бы ее иметь. Вот еще одна полезная особенность тела – ген PCSK9 – это фермент, с которым не нужно беспокоиться о холестерине. С ним можно есть практически все, что захочется. Этот ген настолько ценный, что ученые тестировали его ингибиторы, надеясь дать каждому возможность контролировать уровень холестерина. Однако на данный момент дозы PCSK обойдутся в 14 тысяч долларов в год. Редкий ген SERPINE1 тоже связан с питанием. Ученые обнаружили, что у амишей, у которых был этот ген, меньше шансов заболеть диабетом. То есть, опять же, они могут есть любые сладости, какие захотят. И люди с этим геном могут прожить на 7 лет дольше. Если вас беспокоит ВИЧ, то вам стоит изучить ген CCR5, потому что люди, у которых нет этого гена, обладают устойчивостью к ВИЧ. Дело в том, что ВИЧ проникает в организм с помощью этого гена. Ученые выяснили, что 10% европейцев имеют естественный иммунитет к ВИЧ. И это связано как раз с мутацией CCR. Следующая особенность намного более опасная и страшная. Один из 200 тысяч до миллиона младенцев рождается с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. У этих людей просто не работает иммунная система. Это состояние называют синдромом ребенка в пузыре, так как детям приходится жить в стерильных условиях. Если не лечить даже самые простые ушные инфекции, ребенок может умереть за год. Люди ходят на двух ногах. Однако с синдромом унартана они ходят на четвереньках. Турецкий биолог изучил семью из 19 человек и выяснил, что пятеро двигались необычным способом. Неизвестно, насколько распространен синдром, но считается, что люди ходят на четвереньках из-за недоразвитости. У них также часто бывает примитивная речь. Теперь про необычный рост. Для начала синдром морфана. Это заболевание соединительной ткани, из-за которого у людей вырастают гибкие и очень тонкие части тела. Некоторые сравнивают людей с этой болезнью со знаменитым слендерменом. И, в общем-то, понятно почему. Генетическое заболевание затронуло от 5 до 10 тысяч человек. Но, к сожалению, пока что этот синдром не лечится. Другое расстройство аномального роста – это синдром протея. Он возникает, когда кости или ткани становятся чересчур развитыми. Известно лишь о нескольких сотнях случаев этого синдрома. Он такой редкий, что его частота составляет меньше одного на миллион человек. Синдром протея есть у Мэнди Селларс, чьи ноги и ступни выросли непропорционально быстро и весят более чем в два раза больше, чем ее остальное тело. Теперь заболевания, затрагивающие руки. Раздвоение костей или эктродоктилия приводит к изменению рук или ног и характеризуется нехваткой одного или нескольких пальцев. Иногда у людей с этим заболеванием может быть всего два пальца на руке. У одного из 90 тысяч новорожденных – расщепленные кисти. Это лечится хирургическим вмешательством. Но люди с эктродоктилией часто сталкиваются с предрассудками общества. Еще более неприятное заболевание – это веруциформная эпидермодисплазия. Ее также называют синдромом древесного человека из-за образований и правда похожих на древесину. Эти образования вызваны инфекциями ВПЧ, которые поражают кожу. И хотя было бы здорово выглядеть как грудь из стражей галактики, такое заболевание очень тяжелое. Оно наносит вред психическому здоровью. Но, кроме того, эти образования могут привести к раку кожи. Наконец, вот гипоплазия большого пальца. Аномалия роста большого пальца, поражающая одного из 100 тысяч человек. Пользовательница реддита поделилась этим фото своих рук. Ее правый большой палец не сгибается. Он состоит только из одной кости, которая очень твердая. Помимо прочего, девушка не может сжать правую руку в кулак. А у вас есть какие-нибудь из этих особенностей? Какие из них вам понравились, а какие нет? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!